Всем привет! Сегодня мы поговорим о такой интересной вещи. Часто слышал от местных жителей о том, что в Найпетре есть место, где причаливали в древние времена корабли. Откуда взялся этот миф или легенда? Ну, когда разговор доходит до того, что я, допустим, человеку говорю, а покажи мне это место, куда вот швартовались корабли. Ну, вот на карте, не пальцем, он такой говорит, ну, я сам лично это не видел, вот мне там дед рассказывал, что вот там где-то есть. А дед говорит, на Найпетре есть порт, туда корабли швартовались. Все дело в том, что на одной из вершин у северного брута Айпетинской Елы, та, что смотрит на Бельбекскую долину, в скале забито швартовочное кольцо. Оно, конечно, не такое древнее, как рассказывают сказочники, но забито довольно-таки давно. Но кем и когда, для каких целей оно было там забито, никто не знает. Ну, ничего такого нет на самом деле. Никакие корабли на Айпетре не причаливали. Во-первых, потому что это дюрский период был, когда Крым был под водой, а в юрском периоде, как мы знаем, людей не было. Ну, по крайней мере, так говорит наука. Наши горы сложены из известняковых отложений, отложений древнего океана Тетисы. Действительно, на высоте более 1000 метров можно находить окаменелости в виде раковинных кораллов, что говорит, что это был коралловый риф. Даже если все ледники растают, то Крым не уйдет под воду, потому что земная гора на подобном волнам в море, и крымские горы, по сути, молодые, растут, вот, и все это миф и легенда о том, что здесь, на Айпетре, когда-то был порт. Субтитры создавал DimaTorzok